Мы пишем реальность, фантазия или как я тебя вижу, как я тебя вижу. Ожидание? Ну, типа ожидание и так далее. Как я тебя вижу. Мы его раньше называли фантазией, лучше фантаза убрал. Лучше написано, как я тебя вижу. То есть я вижу, кем ты мог бы стать. Классно же, со стороны же лучше, как я тебя вижу, кем ты мог бы стать. И здесь пишем табу, то есть запрет. Ну, как я тебя не представляю и ни в коем случае не хочу, чтобы ты был таким. И так далее. И вы человеку говорите, вот давай заполняем вот это все, как есть. Он заполняет, заполняет, заполняет реальность. Потом заполняет сюда. Как он видит. Вот такой, 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 такой. Классно же. Супер. И потом он заполняет вот здесь. Тоже. А если вы человек, который хотите работать над собой. Хотите работать над собой. Например, здесь он пишет, что вы классный, скажем, надежный друг. Здорово. Вот этот надежный друг тоже вы принесете сюда. Значит, они должны оставаться навсегда. Но здесь еще есть. Есть те вещи, которые у вас нету. По ее мнению, еще вы должны развать себе. Но что-то отсюда надо сюда принести от реальности. Вот то, что вы могли бы себе развивать и так далее. Вы вещи, которые могли бы себе добавить, развивать и так далее. А здесь есть, например, что ты не пунктальный. Или ты не вовремя. Или ты не нарушаешь условия договора. Не держишь и так далее и так далее. Вы его вот так привезете сюда. Кому? Я прекращаю интервьюру. Ну, больше не буду делать так. Вот так привезете сюда. Чтобы быть более ответственными и так далее. Или здесь написано, что ты ревниевый очень. Вот такой. Ты ревниевый. Кто это за ревниевый человек? Честно. Вот и опасные люди. С вами опасные люди. Вот. Да. Вы привезете его сюда. И так далее. Где вы хотите. То есть оставьте тут то, чтобы улучшать качество вашей жизни. Я эту таблицу делаю со многими моими родними. И я говорю, давай делаем одну хорошую работу. Помогать друг другу. И посетить с ожирением, начать с ожирением. Потом братом. Потом и так. Потхонечку, потхонечку. Постепенно, постепенно начнешь стать лучше, лучше, лучше. Но только когда люди говорят, вы не должны на них... Вы даже не готовы, понимая, что они тоже занимают. Они же не придумывают этого, правильно? Значит, они как себя чувствуют рядом с вами. Значит, они испытывают. А для этого надо быть очень мудрым, чтобы быть открытием. И сидит, думает, давай попробую это исправить себе. Давай попробую это сделать. Соответственно, как партнер, как друг, как это. Давай попробую это сделать. И знаете, изменение себе, вот себя изменить, это сложно. Согласны? Потому что формировали привычки же. Но почему бы, если мы смогли их воспитать в себе, это адресательные привычки, в себе воспитали, а почему бы нам не исправить и воспитать себе хорошее? Согласны? Но это болезненно. Вот меня, себя очень болезненно. Но боли воспитывают не ми. Боли воспитывают наши гордыни. Наши эго. Боли воспитывают не ми, ребята. Помните, если вам что-то, которое в душе не понравится, это не вы, это ваше как раз есть эго. Вообще эго-человек, он всегда мучается, он воспитывает боли и так далее. Но побеждает тот, кто это осознает. Вот в тот момент надо осознать, и это эмоционально ты растешь. Ты внутри, духовно-эмоционально, очень сильно растешь. Такой классный скачок был. Я иногда это делаю с моими партнерами. Я говорю, послушай, давай поговорим, давай сделаем это. Почему? Это позволяет нам осознавать и границы не нарушать. Границы не нарушают. Много люди, почему партнерство разрушается, дружба разрушается, отношения разрушаются? Потому что люди нарушают границы друг друга. То есть они постоянно начинают давить на другого или не выполнять обещания. Или он более, менее надежно становится. Соответственно, поэтому другой с другой стороны терпит один раз, два, раз, три, раз, пять, раз, десять раз, а потом, в конце концов, устает. Другой устает от вас и начинает говорить, послушай, я уже должен это жить. Это было уже много раз. Ты много раз сказал, что я все по-другому буду делать, а ты ничего не справишь, извини. Это так. А знаете, но это для человека, который готов сам над собой работать. Ты знаешь, в общем-то, ты души меня и их местами, а чуть-чуть...